Казахстан 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 то, естественно, цена в долларах, она также остается в долларах, и поэтому американские товары станут дороже. Более того, Китай, если он девальвирует свою валюту, он станет дешевле не только для американцев, но и вообще для всех стран. То есть в целом у Китая есть еще маневры для противостояния. И тут надо смотреть еще на сектор услуг. Американцы свои услуги, скажем, за последние 20 лет нарастили, наверное, раз в 30-40. Это экспорт услуг в Китай. В основном это финансовые услуги, интеллектуальная собственность. И тут вопрос в том, что как раз это самый болезненный момент, Китай может начать поставки этих услуг обнулять. Поэтому здесь при этом надо понимать, да, Китай, он является основным поставщиком редкоземельным металлом. 95% запаса редкоземельных в Китае находится в Китае, и он является единственным поставщиком этих металлов в Китае, а и в США. Поэтому... Заведомо такая непростая война. Да, у Китая тоже есть достаточное количество рычагов. Скажите, как это противостояние отразится вообще на глобальной экономике, и в частности не интересует Казахстан? Вот как поведет себя цена за нефть, скажем, подорожает ли баррель нефти, национальная валюта, как будет слисти? Если, скажем, мировая торговля начнет сокращаться, это означает, что все страны принялись за активное применение защитных мер, и сокращение мировой торговли, это однозначно будет плохо для мировой экономики, то есть сокращается объем отношений между странами, по сути, мировая экономика начнет регионализироваться, и по принципу свой-чужой начнет устраиваться. То есть Китай начнет работать со своими окружающими странами, США со своими, Европа со своими, и вот эта регионализация, она может в последующем даже привести к эскалации уже политических отношений. То есть когда все зовут друг друга зависимые, наоборот, это состоится условие для стабильности. Когда этого нет, естественно, больше поводов возможности поругаться там на политическом уровне. И, естественно, снижение торговли через использование девальвации как инструмента, вот, скажем, юань опустится на 15%, это может спровоцировать парад девальвации там в соседних странах, ну, примерно на ту же величину, то есть на 10-15%. И, в целом, если Китай, если же меры США окажутся очень успешными, и производство в Китае начнет сокращаться, то тогда это очень сильно может ударить по цене на нефть. То есть падение тэпов экономического роста в Китае, это гарантированное снижение цен на нефть. И, соответственно, для нас, для Казахстана, это не очень хороший сценарий. Но ряд исследователей полагают, что обострение вот этой торговой войны может нести какие-то, скажем так, блага, давать возможности отечественным производителям заполнять эти рынки, поставлять свою продукцию. Что вы скажете для Казахстана? Есть ли такая возможность выйти на китайский рынок в этой связи? Китай покупает в США продукты с высокой добавленной стоимостью, мы не производим эти товары, поэтому нам трудно будет заместить американцев в этой части. И потом, в целом, вот те страны, которые вводят защитные меры, они их вводят для того, чтобы поднять внутреннее производство, а не для того, чтобы одного импортера заместил другой импортер. Поэтому здесь, в целом, сейчас это общий тренд, все будут защищать свои рынки, наращивать внутреннее производство. И, естественно, для экспорта сейчас не самые лучшие времена наступают. Понятно. Скажите, давайте, скажем так, заглянем в долгосрочную перспективу. Вот, ну, возьмем 10 лет. Будет ли доллар играть такую же роль в мировой экономике? Или вот он уступит, может, как-то ослабить свои позиции? Ведь есть у нас и юань, японская иена, евро. Да, да. Сейчас вот Китай пытается интернационализировать свою валюту. Он уже как бы получил статус резервной валюты. Насколько я, если правильно помню, они уже на третьем, ну, в крае на четвертом месте. И с точки зрения доли в резервах. Я думаю, в течение 10 лет, скорее всего, юань обойдет и евро тоже по доле. И частично он свою долю поднимет за счет доллара. То есть по доллару сейчас доля где-то 57-58%, наверное, сократится где-то до 50%. Но в целом долларом будет, скорее всего, в горизонте 10 лет оставаться ведущие резервные валюты. Большое спасибо за интервью. Я напомню, у нас в студии был известный экономист, старший партнер компании CSI, Олжас Худебергенов. Субтитры сделал DimaTorzok